Привет, друзья! Сегодня 13 число, но, слава Богу, не пятница. Решил порассуждать на следующую тему, которая, я считаю, довольно будет интересная. Буду немножечко пугать для того, чтобы люди не расслаблялись, несмотря на все происходящее. Значит, идиотизм и пандемия, эпидемик, пандемик, страшная болезнь 21 века продолжается. Везде вводят локдауны, то есть закрывают все, что можно закрывать. В Британии уже 45 тысяч оштрафованных, там тысячи в день заболевают, огромное количество больных, госпитали забиты, скорые помощи носятся. Тут даже уже за то, что вышли на лавочке посидеть, штрафуют, но вместе с тем строительные сайты работают. Ну, стройка как бы это основополагающая. И не буду всех деталей рассказывать, о них много везде пишут, но здесь, короче, коронавирус, ограничение до начала весны. Кажется, до апреля, может быть, мая, а я думаю, что с какими-то перескоками будет еще дальше идти. Но это не самое главное. Выявляются, опять же, все знают новые вирусы, какие-то там южноафриканский, японский, российский или россиянский, не знаю, как правильно сказать. Должен появиться украинский, но какой будет украинский вирус? Как-то проходит вскользь сообщение о грабеже древних ценностей. Допустим, там 2-3 месяца назад царскую могилу где-то там вскользь археологи покричали, пошумели и ничего нету. То есть подъехали экскаваторы среди бела дня и за неделю или за две, короче, нафиг вырыли весь курган, украли оттуда золотишко, которое там было, а никто не знает, какое золотишко там было. И что на этом золотишке лежит? Закляточки, проклятия. Все же понимают, что в давние времена, когда у людей не было вот вирусных болезней, что они делали? Они просто махали большими ножами, ну и отсекали ненужные конечности у тех, которые им не нравятся. Естественно, проклятия тогда тоже были еще более сильные, чем сейчас. Тогда было дохристианское время, когда еще Христос не сказал свои десяти заповедей. Так вот, грабители черные археологи грабанули на виду общественности одно из мест, которые даже немцы не рискнули разграбить. Почему? Потому что на старых кладбищах, которые упорно грабят украинские черные археологи, в России это как бы пресекается. Но на Украине черная археология свирепствует. А ведь и раньше хоронили людей и с оспой, и с тифом, и с черной проказой, и с проказой. Раньше были такие болезни, о которых современники, даже несмотря на то, что вот это все продолжается с коронавирусом, все думают, да, это все херня. Да, возможно, это даже какой-то заговор. Но на Украине черные археологи продолжают бомбить могилы, кладбища, трупы, где только что возможно. При этом нарушая заветы, которые, ну, не писанные, которые нарушать просто нельзя. Потому что мог скифский вождь умереть и не в бою. А мог лежать на солнце долго, а мог пасть. Жертвой хворобы, о которой Ветхий Завет, описывая историю Израиля, называет лепрой. А по-русски это проказа. Когда за определенные духовные грехи, вообще-то это вирус, людей ссылали в пустыню, ну, в пустыню, в пустынная местность, там, где никто не живет. И они жили в изоляции. Последнее, ладно, до последней сейчас дойду. В древние времена интересный этот вирусочек появлялся в моменты, когда падали могучие княжества или государства, которым никто не мог противостоять. Назову только лишь некоторые. Венецианская республика, которая выпускала каждый год около 400 кораблей, там, разного водоизмещения. Об этом есть на английских каналах много исторических свидетельств. Но завезенные купцами, или, в таком красивом названии, купцами, или по-современному барыгами, откуда-то издалека, из теплых краев. Вот лепра, которую, по некоторым сведениям, как мне в детстве говорили старики, может быть укус водяной крысы, андатарь, там, или что там в болотах плавает, в болотах, в реках. И тогда может возникнуть болезнь. Это как туберкулез, не туберкулез, как столбняк возникает, если можно на ржавый гвоздь наступить, или еще что-нибудь. Или бешенство, если лиса кусает, да. Так вот, пала Венецианская республика. Народ оттуда бежал, упала республика от того, что туда пришла лепра. То есть все ресурсы были брошены, лекаря ничем не помогли, лекаря сами сбежали дальше. И затем уже время от времени появляются вот такие болезни, такого похожего плана. То в Англии лет 400 назад, когда выкосили половину страны, даже больше, то есть страна упала, просто умерла. Такие же были движения по европейским странам. А вот 130 лет назад, в преддверии Первой мировой войны, странные очаги лепры или проказы вспыхнули. В Китае, в Сибири у нас, есть хороший фильм у Олесия Петровича, посмотрите. На европейской части, на африканской территории, то есть там, где жарко, там, где, ну скажем так, быстро происходят процессы разложения и заражения. Это вирус, это заболевание. Оно, конечно, не передается вот при контакте, да. Но таких людей всегда выселяли, изолировали. И когда они умирали, дома их неимущество сжигали, потому что боялись это заразиться. Это страшная болезнь. Кто, кому интересует, можете посмотреть. Так вот, Украина, будучи лидером по гроба, могилокопательству, в поисках монеты золотой, да, в поисках мамоны, переступила все видимые и невидимые черты. Вы представляете, что на Украине, среди вас живущих там, бродят туберкулезники на ручку, за ручку автобуса в метро, ходят спидоносы, это иммунный дефицит, ходят гепатитники. Я об этом писал лет 7 назад, приводил статистику, что на Украине порядка 10 миллионов инфицированных людей, это разными гепатитами, туберкулезом. Ну, наркоманы, алкоголики, это само собой понятно. То есть, а диспансеры закрыты, и вас еще это с косой приехало, супрунчик, да, Уляна, помогать вам. Да еще коронавирус, да вообще вся медицина закрыта. А вы представляете, если вот такой гробокопатель в поисках за монеткой золотой или за золотишком, которому заказали где-то, копнет вот так неудачно чей-то черепочек или просто подымет оттуда бактерию. Ведь масса археолов, которые работали в Египте, открывая пирамиды, ушли не в преклонных годах, а пораженные той или иной болезнью. Потому что кроме вирусов, еще на таких старинных, на таких могильниках, да, там еще находится проклятие тех жрецов, которые накладывали такие проклятки на такие места для того, чтобы уберечь это от грабителей. И грабители в древности это знали. Ни у кого ж не возникнет желание взять лопату и пойти поковыряться на кладбищах, поискать у кого-то зуб или колечко обручальное. Нет, потому что это выше человеческих, то есть идет вразрез с человеческими нормами, вообще с поведениями. А вот такие черные археологи, я не пугаю, я говорю серьезно, потому что раз сигналы идут о короне с Японии, с России, там с Испанией, самых разных стран, уже не говоря о Аргентине, о Латинской Америке, где жара, антисанитария полная, понимаете. Так вот, не дай бог на Украине вспыхнет эпидемия лепры, а это такая болезнь плохая, это как сифилис, да. У кого-то нос отвалится, у кого-то кожа начнет гнить. Хотя против этой болезни есть лечение антибиотиками тяжелыми, но болезнь, то проявится не сразу, это не как грипп, что нюханул где-то или зацепил чью-то грязную руку на поручне в автобусе и получил. Нет, она вселяется, эта бактерия, в организм, живет там несколько лет и проявляется с собой похожими признаками, как сифилис и последние стадии. Поэтому, друзья, живущие особо на Украине и занимающиеся гробокопательством и перекапыванием старых могил в поисках обогащения, помните, что вы не только можете заразиться сами, вы можете заразить хуже всего своих близких, своих детишек. А там уже и дальше пойдет по всей стране. А причем это может вспыхнуть неожиданно, когда тысячи больных людей без должного медицинского внимания просто ринутся по планете в поисках спасения. Но это уже будет тогда, уже и корона не поможет. Потому что, хотя корона может быть и повыкашивает этих людей заранее. Врубайте мозги, блюдите за своей семьей, жены не пускайте своих мужей с лопатами ночами, чтобы они, не дай бог, вам не принесли никакую болезнь. Потому что семья это прежде всего. Если не будет семьи и не будет государства как такового. С вами канал Компери. Врубайте мозги. Пускай это будет страшилка. Дай бог, чтобы эта страшилка никогда не появилась в образимом будущем на нашем пространстве. Bye.